здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите закрепляем м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше для создавал DimaTorzok Следующим в программе DimaTorzok Вы αυτавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На предыдущих курсах открытках Чтобы складывался DimaTorzok Дanners выбежать DimaTorzok Кум 싶羅 для создавал DimaTorzok И за хотя 현재 Друзья вертикаль Значит, как это найти? Приблизительно или по линейке мы делим на три части. У меня листок, на котором я сейчас рисую вам эскиз. Очень мягким карандашом 12B. Здесь мы рисуем линию. Абсолютно не нужно сейчас пользоваться линейкой, потому что линия горизонта может смещаться. Она рисуется в свободной позиции. Вот как вышла у вас рукой эта линия, так и будет идеально. Теперь мы делим на три части нижний край. И уже третью часть ведем вверх. Следующая. Так, разделили линию горизонта. Теперь нам надо найти одну треть делим. Мы находим наше солнышко. Вот мы находимся. Вот серединка нашего солнышка. Вот здесь. Теперь мы рисуем солнышко. Солнышко у нас крупное. Можно рассматривать эту работу как работа с большой полной луной. Можно делать. Вот мне захотелось именно солнышко. Значит, что у нас на небе? На небе у нас с вами единый цвет, который нужно очень хорошо и плотно прорисовать, без пробелов. Солнце у нас имеет совершенно плоское восприятие никаких объемов. После того, когда высыхает наша картина, мы здесь нарисуем с вами ветки березы, на которых будет сидеть снегири. Опускаемся на эту линию, линию горизонта, и рисуем фрагментальную деревню. Самые простые дома. Модульная тема. Так, извините, мышку убирай. Модульная тема, подача модульной композиции состоит в том, что мы рисуем разнохарактерные дома. Это не... Они разные по цвету и по подаче. Вот сейчас я вам на отдельном листочке бумажки покажу, как рисуется самый простой модульный домик. Самый простой модульный домик, это вот такая крыша. Ровненько рисуем. И... Все, и в снегах он у нас утонул. Здесь мы можем трубу нарисовать, здесь мы можем нарисовать окошки. Окошки могут быть, вот, два окошка. Захотите, будет три окошка. Теперь вы художник. Теперь вы можете рядом пристроить сарай, к примеру, или маленький еще домик. Вот, например, сарай. Пожалуйста. Вы можете нарисовать фрагментально дерево, дома. Например, вот один дом стоит. Вы можете его нарисовать в два этажа. В два этажа. Нарисовав кое-где окна. Вот, в два этажа сделали. Дом. Следующий дом сюда идет. Например, в один этаж. Таким образом, удаляя вдаль, мы можем нарисовать несколько домов. Вот модульная система. Как еще рисуется другая позиция? Другая позиция рисуется с треугольника. Треугольник. Так. Рисуем треугольник. Крышу чуть ниже. И у нас будет вот такой домик. Он посложнее. Точно так же мы можем варианты найти следующих домов. Видите? Идут домик за домик. А так же рядом могут быть дома, которые рисуются рядышком. Вот таким образом мы можем построить целую деревню. Но когда идет речь о фрагменте, то значит, какая-то часть дома должна выйти за нашу границу. Если вам не нравится, когда рисуются фрагментами, иногда это бывает такое, мы рисуем тогда целиком наши дома. Итак, мы находим наш первый дом. Вот здесь у нас домик. Вот ровная линия. Рисую треугольник. Так. Вот дом. Окошки я не рисую, потому что окошки мы будем рисовать уже по цветному фону. Дальше рисую, например, следующий дом. Совершенно прямые крыши. Вот так. Сюда можно трубу нарисовать. Пожалуйста. Здесь мы можем нарисовать домик, который вот так стоит. При том, что мы не обращаем внимания, они могут находиться на разных уровнях. Большой дом хочу нарисовать. Вот сюда большой домик. В два этажа. Здесь домик у меня впереди будет. И я не буду фрагментально рисовать. Я буду рисовать все. Они все у меня будут здесь находиться. Если мне кажется, мало домов, то можно дополнить, например, кинуть амбаром. Или заснеженным, заснеженной будочкой. Или, например, заснеженным колодцем. То есть мы смотрим по впечатлению. Смотрите, я закрываю. Давайте закрою кусочком листочка нашу работу. Вот здесь, видите, не хватает уголка. Раз, мы заполнили. Можно даже пониже рисовать. То есть уровень здесь может быть одинаковый. Или наоборот разный. Вы можете один дом пониже сделать, другой повыше. И вот таким образом рисовать на разных уровнях. Что у нас здесь будет для разнообразия, для разнобоя. Мы будем здесь рисовать с вами вот такие вот вогнутые линии, которые будут символизировать снег. Тени на снегу. И в то же время они будут оттенять белый цвет наших крыш. На заднем плане мы рисуем фрагментально, без остановки, наш задний план. Одним тоном. Взяли линию. И вот вверх-вниз, вверх-вниз. Рисуем от начала до конца. Теперь нам остается нарисовать ветки. Откуда у нас они пойдут? Ветки у нас пойдут примерно из третьей части и ниже. То есть с третьей части сюда. Одна ветка. Ниже сюда. У нас ветки будут двуххарактерные белым цветом. Сначала мы рисуем белую березу, потом темно-коричневую. И таким образом мы создадим некий такой интересный ход. Это когда мы рисуем деревья двумя цветами, например, охромным белым цветом и темным цветом, создается впечатление очень большого количества веток. На самом деле это не так. Наша задача немножко зайти на наше солнце. Вот чуть-чуть. На этих деревьях мы посадим условные птички. Как они рисуются? Рисуем шарик. Рисуем шарик. Находим 4-5 птичек. Вот так вот. Захотите, сюда нарисуйте. Теперь даем поворот. Если у нас птичка сидит вот здесь, например, то внизу хвостик, крылышки и голова. Птичка висит сбоку, значит, у нее вытянутая часть, крылышко и вот такая прямоугольная голова у снегиря. Таким образом мы можем регулировать направление наших птиц. В эту сторону смотрящая птичка, например, в эту сторону смотрящая птичка. И даже птичка, например, летящая. У нас декоративное выполнение, поэтому мы можем себе нарисовать каких угодно птиц. Единственное, что птиц, наверное, на одну меньше надо взять. 3-4, не больше. Иначе они утяжеляют вверх. А у нас низ тяжелее, чем вверх. Теперь мы начинаем рисовать нашу композицию уже на листочке бумаги. Здесь я не буду чирикать так много, потому что у меня здесь испачкается краска очень сильно. И возьму по тверже карандаш, у меня 3Б карандаш и набрасываю наше месторасположение. Значит, у меня здесь линия горизонта на 1-3. Сразу же рисую, например, задний лес. Здесь на 1-3 у меня кружок солнца. Чтобы он был очень четким, нужно нарисовать, обвести его при помощи циркуля. Или обвести какую-то крышечку, баночку. Если вдруг у вас нет циркуля. Здесь я начинаю рисовать наши домики. Стараемся рисовать их четко. Линии параллельные, никаких подъемов нет. Все рисуются однообразно. Здесь у меня идет линия снега. Так, здесь линия. Здесь линия. Вот. Линия. Так, дальше с ней. Здесь домик. Так. Здесь домик. Можно в эту сторону смотрящий нарисовать. Мы можем менять конструкцию домов, как хотим. Вот так. Ну, вот здесь маленького домика не получится. Ну, мы можем его дать вот здесь. Пожалуйста. Вот так. Видите, все время получается разная история. Теперь наша задача. Положить рядышком палитру и начать рисовать. Рисование я буду рисовать. Я буду имитацией белки фирмы Альбатрос. Это кисточки до номер пятерки. Вот это пятерка. Я буду рисовать фон. Например, меньше кисточкой шестерка или восьмерка я нарисую солнышко. Ну, и маленькие кисточки номер три и два. Это вспомогательные. Теперь я подложу чистый лист бумаги. Прежде чем мы продолжим урок, еще раз хотим поблагодарить каждого, кто приобрел наши курсы или сделал пожертвование. Вы можете продолжить поддерживать нас через Paypal, Revolute и Patreon. Вы также можете стать членами нашего YouTube-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Благодарим каждого из вас, где бы вы ни находились в мире. Нам можно было нарисовать спокойно края нашей работы. Это очень важное. Я сейчас вам подскажу. Вы можете использовать некую клеенку на стол. Почему? Потому что, когда, особенно начинающие художники, они очень боятся испачкать вокруг. Вам нужно научиться рисовать за край. Поэтому вы подкладываете что-то. Гуашь очень хорошо смывается. Что со стола, что с пластика, что со стекла. Поэтому не боимся рисовать таким образом, чтобы намеренно испачкать этот лист бумаги. Сначала мы рисуем солнышко. Гуашь очень хорошо, плотно ложится. Мы ее сюда берем. Тряпочку. Нашу помощницу обязательно. И аккуратненько обводим сначала наше солнышко. Мы рисуем чистым цветом. Графика очень любит чистый цвет. И, казалось бы, это не сложная картинка. Но здесь взаимодействие цветов таким образом, что к желтому цвету, солнышко, надо подобрать очень хороший серый цвет. Глубокий, чтобы он был сложный. Чтобы не упрощал, а усложнял цветовое восприятие. Ну и знакомство с новыми красками для тех, кто у нас первый раз учится на курсе. Вот наше солнышко. Сейчас мы будем наводить наш цвет. Для наведения цвета я беру много белого цвета, потому что нам надо много краски. Посмотрите, как много я накладываю. Пусть лучше останется краска, чем она не останется. Теперь нам надо найти темный цвет. У нас есть два синих цвета. Есть цвет ультрамариновый. Вот он. И рядом вот такой глубоко синий цвет. Практически черного цвета. Именно он нам и нужен. Мы берем его немножко и теперь большой кисточкой разминаем вот с этой большой массой белил. Может быть, я слишком много белил взяла. Немножко в сторонку уберу вот так вот частично. Думаю, мне хватит этого. И теперь мы сюда добавим черный цвет. Размяли. Вообще лучше всего даже гуашевые краски, даже новые, немножко перемешивать с палочкой. Теперь берем черный цвет. Почему удобно брать палочкой? Потому что мы регулируем количество цвета. И кладем не в середину, а рядышком. Для того, чтобы теперь при помощи кисточки нам набрать этот цвет. Нет, он весь почти войдет сюда. Перемешиваем. Краям. Вот такой цвет получается. Мне кажется, можно потемнее дать. Потому что у нас с вами сверху будет синего цвет. Добавлю. Сверху у нас будет белый цвет. Дерево, он исчезнет. Поэтому мы вот так набираем цвет. Перемешиваем. Еще больше серого. Лучше это делать постепенно. Здесь не нужно торопиться, потому что мы можем проиграть. В том плане, что гуашь при высыхании светлеет. Это тоже нужно учитывать. Потом, если мы тщательно не перемешаем, у нас может где-то проявиться полоска. Полоска с краской. Вот теперь у меня уже есть такая вот лужица, которую я буду рисовать. Значит, как мы рисуем. Или все движения так, или квадратиками, или наискосок. Здесь мы выбираем квадратиком, потому что нам нужно покрыть очень тщательно. И плотно. Доходим до нашей линии горизонта. У нас с вами здесь деревья. Мы вводим их. Не особо четко, потому что мы сверху их перекроем. Покрываем таким образом, чтобы у нас не было нигде пустоты. Нигде. Это очень важно. Для новичков, скажу, что пустота художников называется зайчики. Мы зайчики не оставляем. И поэтому очень тщательно рисуем до самого конца. Так. Теперь нам надо обвести нашу... Нашу красоту. Здесь тоже такой секрет. Если вы возьмете тонкую кисточку, вам не удастся так четко ввести. Чем толще кисточка, тем легче обводится. Конечно, работу можно и нужно вращать. Но не все это делают. Не всем нравится. Они прикрепляют работу и рисуют. Вот у всех по-разному своя позиция. У меня сложный темный цвет. Кажется очень темный. Сейчас он посветлеет, когда высохнет. И мы всегда помним. Если у нас идут белые ветки, для того, чтобы было красивее смотрелось, нам нужно обязательно дать более темную позицию. У всех у нас получится по-разному. Вытираю, вымываю кисточку и убираю нашу палитру. У меня их несколько для того, чтобы каждый раз что-то... Гуашь можно размыть и нам она пригодится еще раз. Теперь берем позицию ультрамарина. Вот она. Красочка немножко загустела. Чистый цвет, так же, как и цвет нашего солнышка. Он может быть прозрачен немножко. Если вам хочется сделать более плотную заднюю нашу позицию леса, пожалуйста, делайте, добавляйте в нее, в эту красочку, чуть-чуть белого. Тогда у вас будет плотность лучше. Я думаю, так и сделаю. Чуть-чуть дам белого цвета. Для плотности. Потому что синяя красочка дает такую прозрачность. Если вы начнете это делать, вы это поймете. Чуть-чуть добавили белое и уже достаточно. Уже у нас хорошая такая вот история, плотная получается. Немножко кое-где не высохл мой фон. Я рисую большой кисточкой. Можно рисовать плоскими кистями. Это на любителя. И аккуратненько. Трубу я тоже закрашу. Потому что труба коричневого цвета, она естественно по синему сверху будет рисоваться. Вот таким образом у нас уже есть дальний лес. Теперь мы будем рисовать полосы под нашими деревьями. Значит, одну полоску я не доделала немножко. Вот она у меня на заднем плане. Здесь очень важно заполнить цветом. Что такое заполнение цветом? Дело в том, что некоторые говорят, ну если у нас есть белый цвет, зачем нам закрашивать этот белый цвет? Белый цвет обязательно закрашивается. Дорогие друзья, мы берем белый цвет и закрашиваем белый снег на крышах. Прямо белую бумагу закрашиваем и все. Можем где-то оставить. Потом подкрасим белым цветом. Белые крыши рисуем. Чтобы у нас полностью бумага исчезла. То есть цвет бумаги нигде не должен просвечивать. Это условие нашей задачи. Сначала я покрываю все крыши домов. Красочка у меня жиденькая такая. Довольненько. Ничего, что крыши сливаются. Мы потом их разъединим. В это время все остальное сохнет. Мы идем сверху вниз. Позиция леса у меня уже высохла. Поэтому я возьму, нарисую последний дальник. Линию белую. Смотрим, чтобы у нас все исчезло. Здесь у меня будет снег. Я не боюсь, что исчезает. У меня кисточка такая жиденькая красочка на ней. И я вижу прекрасно свой карандаш. Так, так, так. Так. вот все закрашиваю так и теперь нужно нам раскрасить наш снег снег у нас здесь будет голубого оттенка и голубой цвет мы можем подобрать каким-нибудь дополнительным цветом из других коробок вот у меня есть очень очаровательный вот такой цвет как я уже говорила палочку значит я беру чуть-чуть беру синий цвет и добавляю цвет белый размешиваем получился у нас такой голубой цвет красивый насыщенный можете ультрамариновый сделать цвет и этим цветом мы закрашиваем наши полоски а теперь давайте продолжим с уроком курса пока сохнет белый цвет мы рисуем снеговые полосы они у нас тоже будут еще и темного цвета но темный хорошо идет по всем этим цветам поэтому здесь я так вот это вообще закрашу здесь закрашиваем кусочки вот здесь очень хорошо рисовать это при помощи мягкой беличьей кисточки когда мы рисуем гуашу надеемся что вам понравился урок до этого момента вы можете приобрести весь курс частью которого является сегодняшний урок по ссылке в описании мы уверены что вам понравятся все наши уроки как в этом курсе так и в остальных спасибо всем кто решит их приобрести и светлеет даем линию вниз вот сюда вот так вот вот так красиво спасибо 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 и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok